Друзья мои, всем привет! Прошло примерно 10 дней после посадки рассады томатов в грунт. Рассада у меня, к сожалению, немножко переросла. Это связано с погодными условиями. Я не мог посадить ее раньше, потому что у нас было достаточно холодно. Нахожусь я в Московской области. И сегодняшнее видео я вам дам рекомендацию и покажу, чем я, ну так скажем, немного подкормлю растение. Это будет самая первая подкормка в этом году после посадки рассады в грунт. И это подкормка микроэлементами. И она больше такая, как бы, стимулирующая к росту подкормка. То есть она будет активировать рост растения. В то же время она поможет растению лучше перенести холода, которая у нас сейчас по ночам происходит. Ночью у нас температура опускается примерно до 0 градусов. Плюс 1 бывает. И вы видите сейчас, что у меня укрыто, несмотря на то, что у меня в теплице томаты посажены дополнительно, еще укрыты агроспаном 60-й плотности. И установлены дуги. Специального отопления дополнительно у меня в теплице нет. Рассаду я сажал немного на бочок, слегка заглубив корень. И подкармливать рассаду, а точнее сказать, стимулировать ее рост, я буду вот таким препаратом. Называется он Энерген. Остался у меня с прошлого года этот препарат. В прошлом году не успел я снять видео. Результаты показал хорошие. Это препарат, природный стимулятор роста и развития растений. Создан он на основе гуматов и находится в очень удобной такой вот фасовке в виде вот таких пилюлек. Одна такая пилюлька растворяется в 10 литрах воды. Это можно быть лейкой или просто ведро. Я буду добавлять ведро и покажу вам, как и что я делаю с томатами, используя вот этот препарат. Он полностью природный, хорошо влияет на растения и не наносит вреда и ущерба для микроорганизмов, находящихся в почве, где растет растение. Вот такая вот пилюлька. И растворять ее буду в 10 литрах воды. Воду я приготовил. Вода теплая, температура воды около 20 градусов. Ни в коем случае томаты не поливайте холодной водой из колодца. Обязательно подогревайте, чтобы не нанести ущерба растениям, так как томаты и также и перцы, и баклажаны очень не любят, особенно в этот весенний период, полив холодной водой, особенно при пересадке, особенно при недавней посадке растения в грунт из состояния рассады. Итак, вообще эта пилюлька водорастворимая, но для ускорения растворения веществ, содержащихся в ней, я ее, конечно, раскрою. Можно ее было просто бросить в воду, она бы растворилась, то есть капсула водорастворимая. Но, в принципе, для быстроты процесса ее даже можно вот так бросить просто в воду, она растворится все равно. Беру ковшик, хорошо перемешиваю. Вот такой получается по виду раствор, примерно как заваренный чай. Хорошо все перемешиваем. И на каждое растение я буду поливать примерно вот такое количество воды. Это около полутора литров. Также обратите внимание, что у меня... То есть поливаю я по практически сухой земле. Полив был один раз в момент пересадки рассады из емкости в грунт. Вот сейчас этот второй полив, это второй полив, плюс внесение стимулирующих веществ. Поливать можно им по сухой почве, но если вы удобряете растения настоящими удобрениями, таким как, допустим, монофосфат, калия, либо аммиачная селитра, то обязательно, прежде чем удобрить растение, внести удобрение, обязательно предварительно полейте почву перед подкормкой. Энергеном также можно не только поливать растение под корень, чтобы защитить его от стресса или помочь ему в сложных климатических условиях, когда сильные перепады температур между ночными и дневными часами. Также энергеном можно опрыскивать растение. Норма примерно такая же. Одна пилюлька на 10 литров воды. Можно также растение опрыскивать. Таким образом будет проводиться внекорневая, то есть по листу, подкормка микроэлементами. Друзья мои, если у вас остались какие-либо вопросы после просмотра данного видеоролика по выращиванию томатов, рассады томатов, задавайте их в комментариях. Также в комментариях вы можете поделиться вашим опытом выращивания томатов, перцев и других растений в ваших условиях. Будет всем интересно. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, нажмите значок лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. До новых встреч. Всем хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok